здравствуйте друзья мы с вами в санта-круз вы видите тут домик такие прикольные вот кажется что вот в каком-нибудь из них останавливался авраам линкольн но это неправда тогда тут ничего такого не было остановились мы по причине интереса к открытым дверям каких мероприятий open house вот там чуть-чуть впереди и пойдем посмотрим там строили строили наконец построили домик и проезжая мимо мы сказали себе надо зайти вообще улочка не радостно сказал я бы вам потому что уж очень все заставлено машинами вообще это обычно признак таких каких-то небогатых мест маленькая площадь домов маленькие участки вот что-то такое вот обычно за этим стоит как-то уж очень-очень тесненько но может быть там сколько народу приехали посмотреть на open house так что вот ну как мы вот вот это вот строение вот она новенькая такое ощущение что дом многоквартирный но это я так чисто внешне со стороны может быть это и не так посмотрите бетон так деревом отдела на балкончики такие выносные это очень интересно что так за балкончики да вот такое ощущение что три три квартиры там да давайте почитаем что пишут townhomes ага все-таки это townhomes красивый буклет красивый тут на двух страницах что пишут три юнита два бедрума полтора басрума полтора то есть одна полная ванны и просто умывальничек типа мол а вот ведь картинка сверху как он тут выглядит ну окей ну и описываются всякие замечательные качества я хотел бы понять площадь этих юнитов наверное нужно внутрь глянуть проспекта нет вы знаете что и внутри проспекта не пишет какой площади эти квартирке да интересно ну давайте спросим давайте спросим пойдем внутрь тут конечно все замечательно все совершенно новенькая вот нас приветствует а как хорошо звенит правда это не то что специально там на электричестве нет это вот на натуральном ветру здесь скоро виноградом все затянет хорошо а здесь уже глядишь там затянуло так ну тут вот люди разуваются я просто скину и пойдем так вот мы зашли кодовый замок смотрите чтобы с ключами не ходить так ну вот туда глянули сюда глянули ну начнем с первого этажа все-таки начнем с первого этажа а ты ё-моё это похоже на это просто bedroom это не мастер году просто спаленка хорошо просто спаленка господи ну тут у них шкафчики да не знаю что там стулья делают внизу видите люк это подполу туда в бейсмент так вот такая красивая конструкция то на вся вот так должна ходить туда ходить сюда так все это ходит туда-сюда вот это палуба вот этот дек это друзья не дерево может показаться что это дерево это синтетический материал такой его не берет дождь там я не хочу сказать что там не танком не не пушкой не пулеметом не пронять но в общем вот отсюда хорошо видно что это три таунхауза вот они по вертикали один пошел второй пошел третий пошел так и вот так идем смотрим ну а друзья это джакузька этот джакузька вот ее если там приподнять ну я не знаю удастся мне в общем там джакузька хотя конечно джакузька это с точки зрения того что она смотрит на улицу довольно забавно выглядит в таком месте ну можно можно да можно и так можно и так это фактически у нашего таунхауза такой как бы кусочек землицы замощенный хорошо вот это было место откуда мы значит пришли на палубу на дек а это вот еще на дек выходит ну как бы офис мы видим вот там шкафы так все это такой модерновая знать прикольненько вот тут плотяной шкаф и комоде очень мило минут эти даже камень да похоже что камнем маленькая только очень очень маленькая комнатушечка ой давайте пойдем дальше смотреть значит лондри видите они так машинки одну другую поставили ну как-то можно жить можно жить не то что уж там прям совсем не как можно хотя конечно тесно тесновато по сравнению с домом если бы это был дом ой ты прикольно так сделан душ плиточкой вот такой плиточка туалет умывальник вот так ну что друзья это вот на первом этаже спальня офис да еще раз вот это офис вот эта спальня ну и мы идем наверх так чувствуется там света кого-то встретила слышится русская речь вот мы наверху прости так вы риэлтор скажите нашему зрителю привет может они вас захотят в качестве риэлтора добрый день а с кем я разговариваю здравствуйте меня зовут анжелика джиева михаил портнов михаил портнов я по моему ваше видео видела когда-то выходит и рассказываете да вот здесь лестница вот это вот 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 а вот анжелика наконец-то риэлтор здравствуйте риэлтор вы какой территории работаете а мы в санта-крузе то есть вы тут местные я живу в санта-крузе 25 лет ну отлично слушать а может быть у вас какая-то бизнес карточка есть давайте давайте слушайте какой в какой холодильник обалдел это современный да классно совершенно но невероятный невероятно потому что здесь вот холодильник наверху они пользуются реже чем пользуется холодильник А с точки зрения движения энергии правильно чтобы была наверху же холод идет сверху он тяжелее идет сверху вниз хорошо а вот слушайте пару слов про рынок недвижимости в санта круз вот последние ну может быть я не знаю там ну вот даже начать с 16 до 16 мы 12 процентов а вот с точки зрения того кто покупает есть существенное давление со стороны кремниевой долины то есть они ищут какую-то вакейшин там про партии или они просто живут и ездят на работу они живут есть на работу за ту цену за которой они могут здесь можно детей тогда про эту квартиру скажите пожалуйста вот я в буклете не увидел какой площади это вот это место площадь всего жилья я сейчас не могу сказать я могу сказать только что а индивидуальные каморочки только как тэнтэнкоман то есть тэнтэнкоман это форма собственности форма собственности где каждый владелец владеет всем участка верни третью часть всего участка и они должны вместе как советский кооператив где совместно владелец это не кондоминиум где у каждого свое ну хорошо а площадь вот сколько скверфутов в юнити вы меня тут попоймали я на самом деле скверфут сейчас не могу сказать я могу сказать что все три юнита будут 2 миллиона 400 тысяч 3 юнита 2 миллиона 400 тысяч а то есть фактически даже цены на длинный юнит как бы нету так что ли ну цена на этот юнит 829 799 это в районе 800 ну что же хорошо так давайте я покажу вашу карточку вот у нас анжелика васильева вот так что не знаю там получится ли если ближе чтобы с резкостью отлично очень приятно это здесь какой-то это стейджинг вот то что мы видим вся вся мебель остается вместе вместе со всеми включено телевизором там что видите здесь за исключением кресла и вот этой лампы так все лампы выездом и принесли лампа не моя и кресло не моего данного стейдинга только два в среднем доме есть замечательная мебель которая дорогущая дорогущая вот это вот французская она стоит огромных денег не знаю зачем он ее купил все это кастом-мейд а мы тут первыми мы проезжаем этот живем три квартала мы живем с они были но у нас тут как сказать вакейшн хаус прямо вот делавер и либерти вот и мы каждый раз когда едем там мимо и мы все это стройку смотрели смотри ну что-то так такое будет и жена увидел ведь все опыт он паус мы идем мы должны видеть это место так что хорошо ладно спасибо большое холодильник меня обворожительный просто я никогда не думал что такое производится абсолютно точно и причем если здесь стоял грунт такой вот который да стоим вас сил огромный он с этим крестом отлично идет друзья давайте посмотрим как все это выглядит значит итак ага вот эти полтуалета вот эти полтуалета ой свет своей какой маленький умывальничек маленький умывальничек цвет видела нет такой маленький маленький умывальничек прикольно прикольно картина такая в москве закончил поэтому так а вот друзья наш балкончик вот он наш балкончик вот я понял восемьсот двадцать тысяч как-то вот оказалось что неизвестный неизвестной площади это все но мы сейчас прикинем на самом деле очень интересно значит вот сказала анжелика что люди которые санта курс покупают 80 процентов это люди из кремниевой долины которые там же и работают тут езды на самом деле если вот за сани вела где мы живем так 45 минут ну без трапика до санузе так просто 30 поэтому в общем-то это совсем недалеко друзья мы прощаемся с анжеликой вот мы договорились сделать для вас специально отдельное интервью как работает мы отвлекать не будем хорошо все счастливо и пойдем смотреть тут еще есть два они тоже доступны для просмотра вот что снять цвета да я не одевался ну что вот он этот дворик мы его покидаем свет может быть ты скажешь пока мы так не ушли что клевый дом очень классно очень вот и как вот с точки зрения цены вот как ты сказал сказала бы понимаешь как я считаю что дом очень красивый на картинке и вообще но жить в нем невозможно почему почему светит потому что там очень узкая лестница на второй этаж это представь себе две спальни на первом этаже ладно там одна спальня вообще никакая то считай полторы спальни но спальни и офис на одного человека но дальше начинается что если ты гости или что-то тебе нужно эту кухню по этой лестнице каждый раз все с собой тащите эти сумки но то есть скажем так в нашем возрасте это представляется немножко напряженном я сюда пришла я испытываю чистый эстетическое золотистка потому что мне вот такой стиль как раз нравится очень очень красиво она чистая чисто на глаз очень красиво и не думает о цене вот анжелика говорила что за эти деньги то можно купить только квартиру в вере за такие деньги новую квартиру купить нельзя даже близко можно купить квартиру довольно остановка для локейшин у этого юнита наверное не самая удачная может быть допустим третье ну да да прямо остановка так что ж друзья следующий юнит следующая квартирка здесь я бы не сказал что тут какая-то разница есть они только номера да ну я думаю что кроме номеров нам сказали что мебель там какая-то другая и цвет цвет другой у паркета здесь тоже самое здесь ровным счетом тоже самое что не удивительно но вот каким-то образом все таки цвет например пола другой и здесь нету никакой мебели здесь нет джакузи здесь нет абсолютно ничего смысле мебели стейджинга нет дворик ну понятно дворик до дворик там какие-то еще люди рядом живут вот у нас спаленка ну действительно сверху течь тут не небольшой так тоже у нас там люк идет вниз понятно спаленка аскетично конечно с точки зрения вот того что привыкаешь видеть в доме аскетично идем наверх вот тут такие фото обои друзья прикольно как фото обои ну а здесь вот пожалуйста голубой холодильник вот такое да мебелишка такая ну что фото обои прикольные вот было сказано что вот эти диваны какие-то очень дорогие зачем-то он их купил такие дорогие так друзья я должен сесть я должен сесть на дорогой диван спросите себя чем садятся блогеры на дорогие диваны тем же что и простые люди но вот надо сказать что голубой холодильник когда тут вот сидишь голубой холодильник очень мило смотрится вот в сочетании вот с этим вот голубеньким таким направо честно сказать диван очень удобный очень удобный если бы я какой-нибудь лейбл от него нашел я бы вам показал диван действительно прикольный это для чего такие штучки очень полотенце люди со вкусом здесь были кто-то холодильник у них голубой непросто все непросто давайте посмотрим как тут вид с балкона без балкона неплохой надо сказать что народ есть мы не единственные тут не единственные этот балкон даже как-то выдвинут по длиннее чем тут как не так странно все это длиннее чем этот и но чуть короче чем тот вообще так странно все это очень странно ну там третий я уже в 3 на мы не пойдем потому что как бы все одно и то же цвет в этом что то есть такое что отличает его от предыдущего ну это подешевле так и поменьше у него земли поменьше и вообще джакушки нету вид у него только более дешевенький вот тут на 20000 дороже расположен неудобно этот вроде лучше расположена земли меньше и как бы нет автобус под окном зато вон соседи с их давай соседи посмотрим соседи есть нет не скажи света соседи тоже интересно а вы хотели ты хочешь 3 глянуть ну пошли пошли посмотрим света ты можешь на глаз прикинуть сколько тут вот площадью в этой комнате вот иди сюда я просто пытаюсь так вычислить она скажет ну вот в этой комнате вот сколько места метров до метров 50 это 40 50 и внизу может быть 60 ну то есть вот такого плана да то есть 100 квадратных метров ну что друзья вот мы идем в 3 ну чё узнали площадь что говорят значит 1078 1085 и 877 куда мы сейчас придем да я вам подсунула свою все равно понял понял отлично хорошо то есть все взяли значит это будет 1000 скверфутов что-нибудь там да но на один юнит это что-нибудь типа там 90 там с небольшим квадратных метров люди привыкли в квадратных метрах ну что пошли об этом юнити есть что-нибудь особенное хорошая стенка с волнами но он поменьше чуть чуть ну да он там типа 1000 этот там чуть меньше 900 окей спасибо но пошли так ну что примерно то же самое вот тут туалет хотя немножко по-другому сделано по-другому чуть-чуть вот еще комната надо сказать что они все-таки все три немножко разные вот я бы так сказал разница есть так выходим на улицу так друзья за 2400 можно все три забрать а вот у этого есть своя джакузька что интересно смотрите вот она тут джакузька есть но зато правда как-то ты под окнами у всех вот честно слово там ранее такого не было здесь ты вот у этих под окнами у этих под окнами и еще у этих под окнами как-то так очень такое коммунальное жилье такое получается так пол вот что ага люк вниз кому хорошо идем наверх здесь стена просто покрашена чем-то уже нет фотообоев так надо сказать что качество вот этого всего она видимо и киевская дать цвет и тайге ну уж как кухонные шкафчики холодильник может быть вот тот маленький да ну этот холодильник только для напитков но здесь на 10 квадратных метров меньше и почему-то кондиционер вот тут наверху оказалось неожиданно так это покажи маленькая-маленькая машинка если то мы считаем что квартира там одного человека здесь вообще никто просто нигде поместить студия так тоже там стоит с раковинкой узкой вот тут так клиточка розетка хорошо ну что вот мы добрались до балкона балкона и вот все это хозяйство народ есть вы видите народ есть ходят смотрят что там на крыше такое у них да интересно ну что же все друзья спасибо тем кто был с нами а а